Девушки отдыхают А еще можно много чего и узнать интересного в программе «Выше крыши». Сегодня в программе побываем на городском первенстве по черлидингу. Затем узнаем, какие бесшабашные поступки совершают жители Красноармейска. После чего познакомимся с творчеством танцевальных коллективов «Шанталь» и «Магия». Расскажем, как старшеклассники общеобразовательной школы номер 9 состязались в военно-патриотической игре «А ну-ка, парни!» И в завершение отправимся в путешествие в Польшу. Оставайтесь с нами! Скандировать кричалки, размахивать помпонами и заводить целые стадионы – это все задачи черлидеров. Такие группы поддержки спортивных команд многие из нас могли видеть в кино или во время различных соревнований. А еще можно посмотреть на выступления черлидеров в нашей передаче прямо сейчас. Оказывается, что черлидинг появился еще в 19 веке. Первая группа поддержки была организована студентами из Нью-Джерси для того, чтобы помочь футбольной команде своего университета одержать победу в важном матче. По одной из версий, тот поединок они так и не выиграли. Но вот движение черлидеров стало набирать популярность. Интересно, что первыми черлидерами были мужчины. А вот женщины стали активно приобщаться к этому движению только в 20-х годах прошлого столетия. Сейчас это самостоятельный вид спорта, который развивается по всему миру. Красноармейский сексер черлидинга существует уже около 6 лет. Спортсмены совершенствуют свое мастерство под руководством тренера Натальи Коновалюк. И им есть чем похвастаться, ведь красноармейским черлидерам покоряются все новые и новые вершины. Городское первенство по черлидингу – отличный повод продемонстрировать свои умения. Здесь проявить себя могут не только опытные спортсмены, но и совсем юные черлидеры. Для многих малышей это первое соревнование, поэтому особенно важное и запоминающееся. Принимают участие детки с самого маленького возраста, начиная с 4 лет. Дети, которые занимаются одну неделю, один месяц, возможно с сентября месяца. Поэтому они впервые выступают. И, как вы уже успели заметить, очень даже успешно. Здоровье – ключ, открывающий не одну дверь. Черлидеры знают об этом не понаслышке. Спорт помогает ребятам не только укрепить здоровье, постоянно пребывать в отличной физической форме, но и дарить людям радость от просмотра зрелищных выступлений. Я учебникам занимаюсь 5 лет, так как это, во-первых, здоровье, это всегда крепкие мышцы, ну и это полезно и круто. Меня привело сюда то, что тут делают невероятные трюки, и мне это очень все понравилось, и я очень хочу этим спортом заниматься. Меня привлекет этот вид спорта, потому что тут можно научиться делать разные акробатические упражнения, можно научиться делать шпагаты разные, колеса, и еще много другого. В следующем году научилась делать шпагат. Покажи нам. Команда черлидеров заряжает позитивной энергетикой всех – и других спортсменов, и болельщиков. Невероятная пластика, красота хореографии, удивительные элементы и упражнения притягивают внимание. Один из главных атрибутов черлидера – это помпоны. Без них не обходится ни одно выступление. Кроме этого, у всех команд есть речевки. Раз, два, шаг вперед, три, четыре, вверх прыжок. Мы команда просто класс, альтаир – звезда у нас. Выступление оценивает не только жюри, но и самые верные болельщики – мамы, папы и бабушки с дедушками. Чувствуя их поддержку, черлидеры изо всех сил стараются порадовать зрителей блистательными номерами. Я подготовила новую связку, старую связку подготовила. Я все отрепетировала, и мне очень понравилось вступать. Красноармейские черлидеры очень амбициозны. Ребята мечтают и стремятся покорить самую высокую вершину. Хотелось бы стать чемпионкой мира и заниматься гимнастикой. Для многих спортсменов это первенство было нечто большее, чем просто состязание. Это был первый шаг в начале пути в мир большого спорта. Ну а в будущем спортсменов ожидают участие в чемпионате Украины, подготовка к международному турниру в Германии. Поэтому нужно усиленно тренироваться и дальше. Гимнастика, танцы, акробатика – все это объединилось с задорным обойком черлидинги. Выступления спортсменов поднимают настроение и дарят улыбки. Я в этом убедилась лично, побывав на первенстве черлидеров. Наверняка в жизни каждого человека был случай, который до сих пор вспоминается с улыбкой. Вот мы решили выяснить, не пропал ли дух авантюризма у жителей Красноармейска. Какой самый бесшабашный поступок в вашей жизни? С этим вопросом мы вышли на улицы города. Один раз ехал с великой, очень с большой высоты, упал с великой, и у меня лопнули две шины. Пока что меня это никто еще не знает. Наглинила мальчику на спину, плохое слово. На уроках бесимся, на физкультуре, там кто-то за мячиком побежал. Мы его закрываем лавочкой, дверь, и все, он не может выйти. Я пошел в школу, поскользнулся, упал на льду. Мы в детстве с другом прыгали по гаражам, и я провалился в него. Потом меня долго доставали. Я был полненький, и мне было так страшно. Я с подругой гуляла в два часа ночи. Когда отмечали мой день рождения, девочки залезли на стол и просто его сломали напополам. Самый сумасшедший случай в моей жизни, это когда я пришел в школу 1 сентября, наверное, в субботу. Настя, а ты никогда не задавалась вопросом, почему многие люди так любят танцевать? Действительно, ведь многие просто жить без этого не могут. А ведь танец – это и не вода, и не еда, а именно без этого жизнь человека просто невозможна. Наверное, все потому, что хореографическое искусство – это язык тела. Смотрите наш следующий сюжет, и вы узнаете, как воспитанники Центра творчества и досуга с помощью танца могут выразить то, чего не сказать словами. Танцы помогают человеку раскрыть свои способности, о которых он даже не подозревал. На занятиях коллектива «Шанталь» в Центре творчества и досуга с помощью хореографии ребята познают себя. Многие, посетив одну тренировку, становятся поклонниками танцевального искусства раз и навсегда. Они просто влюбляются в танец, им начинает это все нравиться, потому что танец – это как отражение души. Дети начинают танцевать, они начинают себя видеть по-другому. Они начинают понимать, что в первых танцах мы показываем различные чувства. Мы показываем и агрессию, и злость, и доброту, и любовь. То есть все, что можно показать с помощью танца. Танцевальный коллектив «Шанталь» существует чуть больше трех лет, но его воспитанники уже успели достойно выступить на многих конкурсах и фестивалях. Танцоры изучают разнообразные стилии современной хореографии – хип-хоп, джаз, джаз-фанк и многие другие. Сейчас пробуют освоить танго. Я на свое первое занятие пришла, я не умела ничего делать, ни танцевать, была как деревяшка. А уже я научилась за эти четыре года очень много. Танцоры уверяют, занятие хореографии – это лекарство от плохого настроения. А еще умение свободно и красиво двигаться под музыку помогает ребятам увереннее чувствовать себя на любой вечеринке. Мне нравится в танцах то, что мы всегда что-то учим новое. Учим, допустим, медленное, потом танго или хип-хоп. И мы все по чуть-чуть берем и пытаемся все выучить. Тут есть общение, много друзей. Еще у нас хороший преподаватель Виктория Борисовна. Мы танцуем танцы все время, делаем растяжки. Но тут очень как-то весело. Мы ездим на разные конкурсы, занимаем первые места, вторые там тоже. И мы никогда не сидим на месте. Изучая танец, мы, конечно же, получаем удовольствие. Но когда он уже готов, это удовольствие просто… А вот ансамбль «Танца-магия» имеет более долгую историю. Людмила Роскошная знакомит детей с волшебным миром танцев уже более 25 лет. На уроках детвора изучают современную, народную и классическую хореографию. Задача – научить детей слушать музыку, красиво двигаться. Вообще просто, чтобы у них было желание заниматься танцами. Пускай потом в жизни пригодится, не пригодится, но, как показывает практика, обязательно им в жизни. Это всегда где-то поможет и поддержит в чем-то, где-то их выделит. В любом случае, танцы всегда помогут им в жизни. И я думаю, моя задача этому их научить. А там будут они великими танцорами или не будут, жизнь покажет. Среди тех, кто учился танцевать в ансамбле «Магия», есть именитые профессиональные танцоры. Один из них – финалист первого сезона шоу «Танцует Си» Денис Миргоязов. Сегодня Денис учит танцевать других, а также принимает участие в роли танцоры и постановщиках на съемках клипов и выступлениях у многих известных украинских исполнителей. Так что воспитанникам «Магии» есть на кого равняться. Хочется танцевать, танцевать и танцевать. И танцы как будто моей жизни. И я не знаю, что я бы делала, если бы не ходила на эти танцы. У нас хорошо проходят репетиции, и мне это нравится. Танец – это внутрь меня. У нас на репетициях очень хорошо, и у нас все выходит. Когда я танцую, и у меня все получается, меня поставили в первую линию, потому что я старалась, пыталась раздавиться, чтобы меня поставили в первую линию. Мы очень часто принимаем участие в различных конкурсах, фестивалях. Практически каждый месяц съездим и выступаем. Получаем призовые места. Мы пытаемся детей приучить к этому, приучить к танцу, приучить к этому искусству. Кажется, что танцевать воспитанники ансамбля «Магия» могут часы напролет. А говорить о своей любви к этому искусству еще дольше. Что для тебя танцы? Красота. Жизнь. Магия. Это просто волшебство. Это красивая музыка. Танец – это грация. Танец – это яркие костюмы. Танец – это все. Каждый год 6 декабря отмечается День Вооруженных Сил Украины. По традиции в общеобразовательной школе номер 9 устраивают военно-патриотическую игру «А ну-ка, парни». Насколько сильны и мужественны сейчас школьники. И годятся ли они к военной службе. В общем, давайте посмотрим сюжет и тогда сами сделаем вывод. В начале декабря в общеобразовательной школе номер 9 школьники всегда с нетерпением ждут праздник мужества, храбрости и отваги. Каждый раз военно-патриотическая игра «А ну-ка, парни» вызывает огромные интересы у учащихся и учителей, и не только. Приходят посмотреть на все это действия и почетные гости. Невозможно передать, насколько они эмоционально готовятся к этим соревнованиям и даже чувствуют себя как в этом мире солдатами в этой игре. Поэтому игра доставляет море удовольствия не только выступающим, и зрителям, и нам. И мы чувствуем, знаете, военную обстановку в нашей школе, чувство патриотизма воспитывается в них. Мы считаем, что такая игра должна проводиться в каждой школе и должна давать настоящих солдат готовить для нашей страны. Слаженность и сплоченность команд старшеклассники демонстрируют в строевой подготовке. Ребята маршируют и запевают армейские песни. Командиры дают приказы, все подчиняются. Ребята как будто находятся в воинской части, стараются выполнять все команды без помарок. Отделение в две шеренки, становись. Отделение в одну шеренку, становись. Отделение на первую, третью, рассчитаться. Первый. Второй. Третью. Первый. Второй, на счет окончен. Настроение хорошее, ждали этого дня, готовились ко всему. Как готовились, расскажите. Готовились усиленно. Чувствую себя как настоящий солдат. Мы будем маршировать, строить пирамиду, отжиматься. То есть выполнять все физические упражнения, которые выполняют солдаты. Мы очень тщательно готовились. Это очень интересно. Можно проверить свои силы и посостязаться друг с другом. А состязались в разнообразных конкурсах. Нужно было проявить и силу, и выносливость, и находчивость. И, конечно же, для того, чтобы успешно проявить себя в военно-патриотической игре, очень важен боевой дух. Ребята соревновались с энтузиазмом. Сдаваться без боя никто не собирался. Сегодня отличная подготовка. Мы думаем, что мы победим в сегодняшнем конкурсе. Я думаю, нам удастся обыграть наших соперников, потому что мы более слажены, и команда у нас лучше. У нас форма. У нас форма. У нас достаточно. Арм-рестлинг, поднятие гири, отжимания от пола. В этих и многих других конкурсах парни выкладывались на все 100%. Все для того, чтобы доказать, с ними не страшно пойти в разведку. Одноклассницы участников игры оказались настоящими боевыми подругами. Девчонки обеспечивали моральную поддержку. Аплодисменты и подбадривающие возгласы не смолкали ни на секунду. Так что у ребят не возникло никаких проблем со испытаниями. Со всеми заданиями они справились отлично. Поэтому победа досталась командам и 11-го А, и 11-го Б. Все команды показали большое мастерство. И было очень честно, что победила дружба все-таки, потому что все команды были очень хорошо подготовлены. Что-что, но они могут познать, это правда. Они вот настолько сейчас вот в одесном классе самоутвердились. Они такие сильные сейчас стали, и морально, и физически. Это каждый год интересно, потому что парни показывают то, что они способны, как бы. Конечно, видно, что ничья наша-то лучшая. За старания и усилия команда вручили грамоты, а также подарили торты. Ведь после такой насыщенной игры не мешало бы подкрепиться. Отправиться в путешествие можно несколькими способами. Самый быстрый самолет. Самый полезный велосипед. А самый романтичный, наверное, воздушный шар. Но есть еще один способ, самый простой и экономичный. Дорогие телезрители, прямо сейчас вы вместе с нами отправляетесь в Польшу, не вставая с диванов. Так что поехали! Витаме в Польске Именно так на польском языке звучит фраза «Приветствую вас, Польша». Как вы, наверное, уже догадались, сегодня речь пойдет о родине Шопена, о стране с интереснейшей культурой и обычаями. Польша – одно из крупнейших государств Европы. Страна граничит с западной частью Украины, поэтому наши туристы здесь не редкость. Привлекательная для путешественников, Польшу делает огромное количество архитектурных и исторических памятников, а также гостеприимство и дружелюбие местных жителей. Богдана Дорошенко знает об этом из собственного опыта. Нам приходилось спрашивать дорогу, это будь или наш отель, или какой-то просто мы выходили в город, все. Да, если мы выбирали для себя кафе, мы спрашивали его адрес или что, нам всегда подсказали, что есть что-то, может быть, получше, или посоветовали. Показывали дорогу, да, если по пути, то этот человек никогда не откажет, они проводили нас, ну, они очень-очень приветливые достаточно. Варшава, Краков и Вроцлав – одни из крупнейших городов Польши. На правах столицы Варшава является культурным, научным, а также промышленным центром страны. Маршрут тех, кто желает ознакомиться со всеми дворцами, замками и музеями этого города будет очень долгим, ведь Варшава по-настоящему богата памятниками старины. Бывшая столица Польши – Краков. Туристов этот город очаровывает удивительной архитектурой. Здесь сохранилось несколько сотен ценных исторических памятников. Один из них – это Вавель, королевский замок на горе. По значимости для города и страны в целом, его можно сравнивать с Кремлем для России. Когда-то здесь обитали короли, а сейчас это главный туристический объект в Кракове, который ежегодно посещают сотни тысяч гостей. Почевальное гнездо всех польских королей, которые жили там вот по династиям, очень понравилось, потому что, скажем так, тут как вопрос туристу и мужчине – это такое большое сооружение действительно с башнями, с оборонительными стенами совсем. Множество легенд составлено про него. Есть очень знаменитая такая краковская польская легенда про дракона. И там даже стоит памятник на дракон. Ну, это действительно было очень занимательно. Цветок Европы, жемчужина городов, город мостов и каналов – так туристы отзываются о Вроцлаве. За свою историю, кроме поляков, он принадлежал чехам, австрийцам, венграм и немцам. Каждый правитель привносил в культуру и архитектуру города что-то свое. И в итоге Вроцлав обрел свой неповторимый облик. Расположен он на 12 островах, которые соединяются многочисленными мостами. Интересный город, который расположен на островах. По всему городу расположено более чем 100 мостов. Ты ходишь по этим улочкам небольшими, переходишь туда, очень легко забудиться, это очень интересно все смотреть. Польшу называют страной костелов неспроста. Костел – это христианский храм, величественный и одухотворенный. Они находятся здесь повсюду. Был в Вроцлаве костел Иоанна Святого. Это такое величественное сооружение, созданное в стиле готики, с такими достаточно характерными, такими грубоватыми чертами. Ты стоишь перед ним, такое здание как бы нависает над тобой. Но это действительно очень-очень необычно, очень захватывающее восприятие. И хотя здесь очень много костелов, питаются поляки, конечно же, не только духовной пищей. Одним из самых популярных блюд национальной кухни Польши принято считать бигас. В пойме польского писателя Адама Мицкевича Пан Тадеуш есть знаменитый отрывок, посвященный этому блюду. И это неудивительно, ведь бигас – это очень вкусно. А это такое интересное блюдо достаточно, представляет из себя тушеную капусту с мясом. И подается очень интересно. Это, скажем так, горщик, который сделан из хлеба. То есть его подают или выпекают в специальной форме, и вот так вот тебе подают. Это очень-очень интересно. Кстати, отправляясь в Польшу, можно не переживать о языковом барьере. Даже если вам совсем не знаком польский, большую часть слов вы разберете. На слух язык воспринимается довольно забавно. Например, «счастье» звучит так – «счастье». Польский язык, он слышится смешной, только потому, что очень интересный такой сбих группы приголосных. Это такие жучеши, которые просто чередуются одна за одной. Это просто сложно для восприятия на слух. Приветствуют поляки друг друга. Они вот говорят, вот уже начинается схожесть с украинским «витами». Они говорят «витами», «частье» – «привет», «дзень добрый». То есть, ну, это все понятно. А что касается «пан-пани», то в польском языке это идет даже с точки зрения грамматики. Сейчас это означает «пан» как «он», «пани» – это «она». И они, скажем так, себе немножко облегчают этим жизнь. Жизнь они не обращаются, «он» по имени, что-то, еще что-то. Они говорят «мальчик» – это «пан», «девочка» – это «пани». Кроме всего прочего, Польша богата еще и природой с невероятными пейзажами. А зимой здесь можно еще и активно отдохнуть. Поэтому у тех, кто уже посетил все достопримечательности, есть возможность покорить еще и горные вершины. Для меня еще как любителя, скажем так, горнолыжного вида спорта, то понравилась эта действительно очень страна, развинутая в этом плане, потому что почти вся территория в горах, в наших Карпатах у них Татры. Мне бы хотелось вернуться, но исключительно, пожалуй, как, ну, естественно, увидеть что-то новое еще и просто вспоминать, как это было весело, как это было прикольно. Приключения в Польше в памяти Богдана оставили множество приятных и ярких воспоминаний, а за новыми впечатлениями парень хотел бы отправиться в Великобританию и Испанию, чтобы сверить часы с Биг Беном и поболеть за красивый футбол на Камп Ноу. Мы вам уже все рассказали и показали. Почти все. Осталось пожелать вам отличных выходных. Теперь точно все. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok